Ребята, привет! Сегодня последний день нашего велотура, и фактически велотура уже закончилась, потому что мы сдали свои велосипеды, и дальше мы будем передвигаться либо пешком, либо на каком-то другом транспорте. Мы находимся в городе Назаре. Город Назаре – это достаточно знаменитый город, в котором есть мыс, и именно за этим мысом самая красота, которую я вам покажу, потому что там необыкновенный подводный рельеф, который делает невероятно красивые большие волны, и который мы сегодня увидим. Ребят, ну океан, он имеет свойство самоочищаться, и вот мусор, который выкидывается на перебрежную линию, его здесь видно еще не убрали, и посмотрите, в основном это пластик. Ребят, наверное, надо призадумываться об этом. Я даже не хочу сейчас, я знаю, что весь мир уже с этим борется, весь здравомыслящий мир борется с использованием пластика, и, наверное, сейчас мои слова будут выглядеть слишком очевидно, но, наверное, каждому из нас нужно призадумываться о том, насколько разумно мы используем ресурсы, насколько разумно мы живем. Природа пытается очиститься, надо ей помочь. Немножко эко-темы в моем блоге не будет лишним, я думаю. На заре классический курортный городок. Вдоль пляжа выстроились отели и ресторанчики в перемешку с сувенирными лавками. В межсезонье здесь практически нет молодежи. Как и все европейские курорты, это время старшего поколения. Но каждый год тихая рыбацкая деревушка наводняется сотнями спортсменов и тысячами туристов со всего мира. Первые хотят покорить свидетельство силы матушки природы гигантскую волну на пляже Прайо-де-Норд, а вторые просто ее увидеть. Мы расположились в нижней прибрежной части городка, и для того, чтобы увидеть гигантские волны, нам нужно подняться на мыс. Для того, чтобы попасть на маяк на заре, есть несколько путей, ну, например, фуникулер. Но сегодня он почему-то не работает, и поэтому мы пойдем пешком. Прогуливаясь по узким улочкам, то и дело встречаешь милых бабушек в национальных нарядах. То, что произошло потом, не поддается никакой логике. Пожалуй, я помолчу, а вы посмотрите. Ребята, ну, я иду в гости к португальской женщине в очень красивом платье, просто бомбическом. Можно я посмотрю ваше платье? Можно я посмотрю? И девочки, мальчики. Можно я достану? Вы посмотрите только на это. На себя? Ааа, хочу! О, господи, меня сейчас наденут как настоящую португальскую женщину. Немножечко стриптиза еще никогда не мешала. Это? На этим. Эти. Так. Оп. Так. Так. Тивая. I am beautiful, no matter what they say. Так, передуга. Уфи. Это рубрика «Встреча с прекрасным человеком». Вот эта прекрасная женщина нарядила меня, насмешила и просто зарядила не только меня, а еще людей, которые вот так вот меня снимают здесь. Спасибо. Спасибо. Ребят, ну что, мы поднимаемся все выше и выше, я переоделась в свою привычную одежду, хотя в португальском платье мне правда очень сильно понравилось. Оно очень необычно, очень самобытно и круто, что местные жители, ну понятно, что это сохраняется только в маленьких городках, но очень приятно смотреть на людей, которые так ценят свои традиции. Вот, меж тем мы поднимаемся все выше и выше, чтобы увидеть цель нашего приезда в Назаре, это невероятно большие гигантские волны Атлантического океана. Big Wave сезон в Назаре начинается в октябре и заканчивается в феврале. В это время океан приносит гигантские волны, идущие прямиком из Северной Атлантики. В это время океан приносит гигантские волны. Что это значит? Как это тут? А это за деньги. А, только за деньги? Да. Нет, мне кажется, что это другое. Северная Атлантическая. Северная Атлантическая Сюда съезжаются сильнейшие серферы со всего мира, чтобы поймать самую большую волну. К слову сказать, на волне в Назаре установлено три рекорда Гиннеса. Самая большая волна, по которой проехал серфер, самая большая волна, по которой проехала женщина-серфер и самая большая волна, по которой проехал кайт-серфер. Португалец Нула Сантос собственным примером доказал пригодность океанских волн Родины для начинающих серфингистов. Он снял видео о том, как мчиться на доске и одновременно музицирует на скрипке. Океан волнуется, но не так сильно, как бы нам хотелось. Несмотря на плохую погоду, волны относительно небольшие. Удача не улыбнулась нам на этот раз. Пойду возьму интервью у кого-нибудь, что ли. О, твоя машина full of tools. Да, мы реагируем ее прямо сейчас. О, hello. Привет, как дела? Как дела? Как дела? Да, good, thanks. Меня зовут Лора. Привет, nice to meet you. Я YouTube блогер из России. О, окей, да, 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 это Россия. Я не был там еще. Это красивый страна, но ваша страна очень потрясающая. Низаиланды? Ты из Низаиланды? Да, да. Нет, я говорю о Португалии. О, у тебя есть гитара! Да, все вокруг Европы. Ты играешь гитарой? Немного. Немного? Да. И я играю гитарой, тоже. Ты? Да. О, cool. Мы были построить нашу машину за последние несколько дней. Мы были измельчены, поэтому мы все измельчили. Теперь мы должны покупать еще большее. Окей. И как долго вы путешествуете? Как долго вы путешествуете? Как долго вы путешествуете. Мы также поехали в Морокко, чтобы увидеть, где мы хотели идти в Африке. По этой машине? Да. И как вы путешествуете на море? На феррии. Большой бот. Это ваша хобби, или ваша стиль в жизни, или ваша работа? Как вы получаете деньги, чтобы делать так много путешествий? Мы работаем на суперскочитах. Еще все невероятные? Да. Мы работаем на соревнования. Мы работаем на них, а потом мы часто путешествуем. Спасибо. humidity у вас. 22 часа. cognizан. Goodbye. Ай, гуд бай! Не знаю, меня не щипает, но она взрывает как неведомая зверюшка И вот и тут пруд так, пруд в пруде Да, вот она училась Вы, наверное, обратили внимание, что с первого выпуска о Португалии у меня изрядно округлился второй подбородок Да, это мое больное место, поэтому лучше я сама отшучусь на эту тему Во всем виной португальская кухня, но мы опять идем есть Пивко здесь идет хорошо, ребята, я не фанат пива, но идет хорошо Ты пока снимаешь? Да-да-да, подожди, надо рассказать, надо рассказать Вот приносят в каждом ресторанчике такие закусочки Вот в этом ресторанчике это оливки, мидии, хлеб, масло и сыр Значит, смысл в том, что если мы едим, мы за это платим Если мы не едим, мы за это не платим Но не есть это невозможно Поэтому это такой хитрый португальский маркетинг Когда они ставят тебя на стол и говорят, ну, хочешь ешь, хочешь не ешь Рыбка свежая, я думаю, что она будет очень вкусная Как ходить с москвичами в ресторан? А что это вы попрятали телефоны все? Нет телефона Вот вы посмотрите, это стол русский, весь в телефонах, а вот это стол не русских Так вот, это русские, а это не русские Люди наслаждаются жизнью, люди вылезли из интернета под окном Еда в Португалии относительно Европы не очень дорогая На 12-15 евро можно отлично поужинать Порции огромны, от десерта вы явно откажете Там внизу картошка, там внизу картофан Мы любим картошка, там внизу картошка, там внизу картошка, там внизу картошка Когда ты занимаешься женщиной, так и с этим В маленьком ресторанчике зачастую хозяйка сама принимает и обслуживает гостей Как будто ты у нее дома Рекрасная женщина, хозяйка, которая нас сама обслуживала и, видимо, местная знаменитость Так, ну что, ребят, пора валить Пора валить На этом у меня все Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии Ну и традиционно про колокольчик не забывайте Будьте счастливы и до скорых встреч Ваша Лара Субтитры сделал DimaTorzok